Надоело заниматься на тражке, я радуюсь. Уже можно на батю короче газовать? Да, да, уже можно газовать, уже можно, да, уже можно голосочек. Если раз 50 так сделаете, вот тут будет просто, ну, напамплено, будет огроменная такая. У меня дома есть достаточно много веса. Начинаю жестко битку короче качать. Да, все суки, кроме мамы, я кричу, пошли и вон. Друзья, ну что, я вас всех горячо приветствую на своем YouTube-канале. Сегодня мы находимся в моей почивальне, у меня дома, в моей комнате. Сегодня я вам хотел бы показать тренировку, домашнюю тренировку с минимальным количеством оборудования. Топ упражнений. Также я сегодня буду не один, сегодня я позвал Жеку. Все, Жека, ты уже не ждали? Если я там буду где-то косячить по технике выполнения упражнений из армрестлинга и рук, он будет корректировать и помогать. Что-то я покажу свое, что я достаточно, ну, давно тренируюсь дома, я вообще начинал свои тренировки дома. У меня дома были только лишь одни гантели. Где-то сейчас Ярик сюда намонтирует мои старые фотки, где я прям дрищелыга такой, вот, из чего я, в принципе, начинал. Кто это говорит? Ой, да у тебя там может быть генетика или там, да как там можно накачаться? Сейчас натурально ничего нельзя сделать, либо смысла тренироваться нет. И даже у меня вот недавно шорт вышел. Мне надоело качаться в натурашку. Теперь я решил использовать фармакологию. Вот он реально, он как будто бы ни разу в зале не был. Ну, может, один раз заходил чисто, вот знаете, этот, круговую сделал в каждом тренажере по 10 раз. Все, надо, чтобы не превратить и не превратиться в этих больших качков. Да, да. В таком случае. Сейчас очень часто наблюдаю такую картину по поводу романтизации стероидов. Пиздюки, типа, ну, а зачем, а смысл качаться вообще, если ты, типа, ничего не употребляешь? Ну, типа, на чистую, что ли? Ну, я вот не вижу в этом смысла. Просто люди все видят только одну сторону медали, когда, типа, это все классно, круто, форма там и так далее. А другую последствия от этого они не понимают и не знают. Круто подметил, что чел там надоело заниматься натуражом. Натураж, да. Как вы, ну, не вы точнее, как люди надоели, они оправдывают тем, что кто-то больше, чуть сильнее или не чуть сильнее. Да, да. Тем, что, типа, ну, ты сильнее меня больше, ты химик. Ребят, вы вообще покопайтесь просто в питании, в режиме просто, что вы делаете, как вы делаете, как вы останавливаетесь. Вы должны делать передизацию, вы должны делать легкие, разгрузочные, тяжелые, силовые, выносливые, там вообще столько всего. И это реально работает. Я даже могу разочаровать, но астероиды вообще могут вам и не помочь вовсе, если вы будете делать ту же самую дичь, на которую вы не смогли, ну, и в натуражку, типа, накачаться. Да не поможет это, ну, никак. Только у вас еще будет после кучи проблем, вы просто себе все, все расфигачите, всю гормонадку и просто, короче, ну, это ужас. Найдите тренера, доверьтесь ему, найдите тренера, который вам нравится, ментально, ну, визуально, просто обратитесь. Просто вы приходите к тренеру, у которого готова информация и который вас приведет мимо мин, грабли, переломов, травм и так далее, понимаете? Ну, либо вы можете приобрести программу тренировок по ссылочке в описании, переходите. Как будто подвели, да? В общем, что, мы начинаем свой топ упражнений и сегодня нам понадобится минимум оборудования, например, у вас есть гантели и у вас есть вот такой вот поясок. Да, начнем с пронации. У вас, например, есть несколько блинчиков там от гантели. Это могут быть, кстати, бутылки с песком, с водой, ну, даже я так занимался. Я вот так, короче, делаю несколько слоев пояс. Да, вот так, челка, челка. Ну, и делаю через, получается, фигу, как при борьбе. Да. И я в полную, сейчас вот, в последнее время все делаю в основном в полную амплитуду. То есть сюда отдаю максимально и сюда закручиваю как-то вот с кистью и по полной амплитуде вот так работает. Вот, ну, в конце там задержечка. Да, да, садачка. В полную, да, мы прорабатываем, я уже рассказываю, в полную мы все равно делаем. В любом случае просто мы это делаем, как развить мышцы. А потом уже мы делаем какую-то частичную, чтобы подзакрепить углы. Супер. А через большой палец я пореже делаю. Я, короче, делаю, когда у меня немножко либо кисть, короче, болит. Вот. Ну, чтобы не было сильно, да. Ну, вот, я вот так. Ну, вот, соответственно, вы берете через большой. Сюда. Тоже так же подзакрывать. Самое по факту. Ну, еще, еще можно, я насколько знаю, вот, типа, вот такое, да, что заносит вот сюда. Да, именно, именно. То есть, вот, как раз таки, когда мы делали первое движение, первую вариацию, можно, как бы, частично сюда или к уху. Если мы делаем через большой палец, да, и у нас через запястье, я бы все-таки делал бы сильнее сюда. Вот прям, ну, тянул бы вот сюда, закрывал бы. То есть, попробуй. Да? Да, да, да. То есть, ты запястьем, как бы, докручиваешь. Вот. Я думаю, что можно два разогревочных, тоже с повышением пирамидки, и три рабочих. Четыре, это уже мы делаем все-таки какой-то объем. Надо три. Три достаточно. Три рабочих, восемь-десять повторений. Да, да. В диапазоне от восьми до десяти. Все, ребята, подбирайте вес под восемь-десять повторений, три рабочих подхода. Да. Пронируйте. Как вам нравится. Можно чередовать, кстати, да? Правильно? Да. Так пояс, да? Сюда. Вторую через пояс. Это вообще нужно. Это вообще в идеале, это было бы здорово. Да, да. Получается, мы поясочек вот так делаем. Можно тоже взять, получив потолще. Да, но чем потолще, тем сложнее. Через фалангу указательного пальца. И получается подъем. Это как вариация, правильно? То есть, сидя можно делать, стоя пожестче, правильно? Нет, не совсем. Сидя ты делаешь как бы срывы и не в полную амплитуду, но срывы-то могут быть разный вес. Ну да. Вот. А в динамике, да, ты все-таки прорабатываешь в полную амплитуду. То есть... Да и то, и то трудно через зацедение, в принципе. Тоже три рабочих подхода. 8-10 повторений. Да, да. Два разогревочных обязательно. Кстати, вот тут не шутите. Вообще... И вес, вес, да. Здесь вот прям контролируйте вес. Да, да. Потому что для кого-то даже десятка это будет прям предел. Да, кстати. И даже пятерка. Мои ученики некоторые приходят и пятерку не могут. Да, вы должны понять, что нельзя шутить с запястьем. Тут столько связочек сухожилий. Очень маленькая мышца. Очень маленькая мышца. Мы даже не понимаем, что вы сделали пронацию. Там уже столько всего сработало. То есть, да. Не надо перебарщивать. Всему свое время. Ну и еще смотри, да, для ребят, вот, ну, так скажем, новичков, кому даже такой вариант сложный, через отведение, ну, вообще не держит. Это, кстати, непростой вариант. Да, да. Я думаю, можно просто, да, вот, через... Да, можно завязать, а можно просто схватить. Даже, кстати, пальчики так лучше работают. То есть, можно идти завязать пояс. Да, можно вязать так. Можно вот так навязать. Ну, точно не так. Можно просто завязать узел. И, то есть, у вас просто подъем через... Да. Здесь, получается, уже отведение минимально работает. Вот. И вот, качает. Да, это, в принципе, на луч, да, на плече лучего, это то же самое, что делать с гантелями молотки. То есть, стоя или сидя. Кстати, можно с гантелями продемонстрировать. Гантельки у нас плага имеются. Тоже здесь есть фишечка одна. Можно браться подальше. Вот сюда. И, соответственно, будет подгружаться сильнее отведение. Вот. Ну, можно и классический вариант использовать. И такой и такой проблечек. Прикольно. И я делаю вот таким. Он уже все сюда упер. И... Работаю. Да. Да. Кстати, это заменяется комьюз-кодом. Когда упор в ногу. Очень хорошо, чтобы... Я сам так очень много раз делал. Ну, и в конце так так тоже стоят. Да. Обязательно. И вот, заметьте, кстати, вот он в наклоне. И, в принципе, вот у него угол, как в борьбе. Прям, как будто он сейчас, как бы, держит противника, удержит. Для домашних условий, для домашних тренировок. Идеально. Идеально. Я даже могу сказать, что это больше, чем нужно. Честно. Ну, вот и учитывая, что сейчас покажем. Сколько здесь вот надо, например, поднимать более-менее, чтобы, ну, себя, условно говоря, чувствовать комфортно, там, в борьбе. Ну, чтобы быть крепеньким, наверное, все-таки, именно если в ногу упираться. Да. Ну, вот такой вот. Ну, если вы новичок, если вы дойдете до 20-25, уже, уже окрепнете, уже будете в школе. Уже смотрите, кого-то сказать. Ну-ка, давай, Димасик, давай, клади учебники, подвох, и сейчас поборемся, проверим тебя. Уже можно на батю, короче. Да, да, уже можно газовать. Уже можно, да, уже можно голосчик. Бать, я мусор не буду выбрасывать, понятно? Завойдет ты, да. Вот, кстати, очень хорошие гантели, на самом деле. Просто бесподобные. Они пластмассовые, ничего, не отобьют. Вот, видите, покрытие. И они, интересно, такие прорезиненные. Чуть, видите, с расширением. И хочу заметить, что тут очень прикольно. Быстросъемная. Это круто. Есть, когда мелкая резьба, это ужас просто. Это удобная, хорошая. И она не блинчит. Да, да. Она никуда не разбалтывается, ну ничего. Ну, то есть, если ее здесь нормально подзатянуть, пожестче. Не, мне такая нравится. В принципе, она никуда, ничего не девается такая. Ну, друзья, а приобрести данные гантели, вы можете по ссылочке в описании. QR-код на экране. Первый закрепленный комментарий под видео. Данные гантели, у них расширена линейка, много различных весов. Все, с этим всем вы можете ознакомиться по ссылочке. В комплекте, что у вас идет? У вас идут блинчики. Две, получается, рукояти. Вот такие, с зажимами. Также есть какая штучка. Смотрите, интересная. Гантельки превращаются в такую небольшую штангу. Вот. Чикс, сюда. Можно даже, раз, на грудь. Тач! Битку, конечно. Это вообще с биткой. Взял все, двумя руками. Опа. Можно сидя. Сидя с колешечкой. Раз. Нашку на объем пошел. Оп. Кстати, сидя, битка. Опа. Это же вообще имба на самом деле. Это, кстати, ну, наверное, прям базовое такое движение. Да, это прозаботка хорошая. Да, да. Опять же, вы просто качаете мясо, а потом на следующей неделе вы закрепляете угол. Вот это вот статодинамика именно в коротком угле. Кстати, вот именно нужный угол, да, вот здесь работает. Не, прикольно вообще. Вот это вот интересное решение. Можно даже, да, что-то попридумывать, например, да, типа такого что-то на стабилизацию одной рукой. Чего? У меня не было такого, пацаны. Блин. Короче, можно много, много, на самом деле, что попридумывать. Мне такая нужна. С жимом как бы поработать. Мы говорим о домашних тренировках. Мы не говорим сейчас о зальных тренировках. Рекорды, понятно, здесь никакие ставить не будете. Вот это для поддержания, так сказать, формы. И лучше легкая тренировка, чем вообще ее отсутствие. Я так считаю. Упражнение номер четыре. Я покажу сейчас упражнение на кисть. В нескольких вариациях. Я покажу свой вариант, да. Значит, я бы делал бы с коленом. Вот так вот. Прям идеально. На свет повернуть. Можете придерживать, можете даже регулировать угол, да, за счет коленки и приседа. И вкачиваетесь. Грузит очень хорошо. Давайте теперь второй вариант. В последнее время мне нравится вот такой вариант. Я уже дома, кстати, его практиковал. Вообще заходит отлично. Для этого вам нужна дедовская табуретка. Вот. Значит, укладываемся вот таким образом в уголочек. То есть опускаем сюда. И вот такой человек. Кстати, для арма это даже более прикольное упражнение. Оно, видите, работает на сгибателе или на боковую прямо закачивает. Если взять мое упражнение, это чисто на место. А тут как бы вот получается. Будучи делать на угле, прямо сюда. То есть он как будто сейчас борется, закручивает соперника. Вы прямо почувствуете даже боковую вот здесь вот? Да, да. Прямо в нее вот туда хорошо включают. Ну-ка. Уже все. И Орик, есть что-нибудь хоть вообще, нет? Ну, у Жеки посоление. Ну, бля. А у тебя покрасивее. Жека посоление, а ты покрасивее. Я и этот, руки тренирую меньше, ладно? Простите. Дело, он же небольшой. Подъем через отведение. Но, ребят, это уже упражнение не для новичков. Чисто сейчас проверить оператора по факту. Вот. Ой-ой-ой-ой. А можно еще же попробовать так? Давай еще покажем. Еще один вариант. Сейчас. Ну, хорош. И... Давай я попробую. Сука, это соскользнуло. Ну, я уже подзабился так. Понять это ладно. А самое жесткое это, короче, отсюда ее вытащить. Там еще как-то кладут сюда, да, туда. Ну, это вот сколько? Это всего лишь блинчик два с половиной. И уже так это нормально. Да. Не, нормально. Прорабатывает хорошо. Даже я чувствую. Давайте что, оператор наберет. Да, да. Ярик. Так, сейчас мы заставляем Ярика тоже попробовать челлендж. Короче, у нас рубрика. Поддаю. Или как это молод, да, или что-либо. Да. Но я ставлю, что он частично сделает, я уверен. Давай, главное поднять. Давай, главное поднимать сейчас. Так. Доброе утро, давай. Хорош. Ну, все. Теперь так. Ну, ребят, вы в общем видите, да, что как бы ну с трудом. Все. Давай, давай. Хорош, нормально, слушай. Ну. Мы это зачтем. Мы нормально. Молодец. красавчик ну мы в общем вам просто показываем что это не так то просто вот как это выглядеть не просто так я сегодня это кстати нам был подарочек вот если вы такие гантельки приобретете вот вам еще такой вот интересный будет подарочек подарочек значит с этим спандером можно очень очень можно качать место большого пальца лайк вот отжимаем лайк на видео за инфу пацаны вот если раз 50 так сделаете вы тут будет просто ну на памплена будет огроменная такая ну вот уже видите уже начинают все на ничего сделал последнее время я всех слышу новое упражнение которое делает тричок джон то именно то есть ну там много слухов первое что он закрывает и за загибает кисть до сгибает либо сразу с гуся и просто пошел сюда вот прорабатывать бешено просто забивается тут вес большой вообще не вы не сможете сделать можете даже поэкспериментировать я вот вас уверяю это не так просто как кажется на взгляд попробуйте ну да чушь не это жесткое упражнение даже вот кто-то скажет ой да это публик что тут его же мякоть у меня вон дома там миллион таких валяется явно этот не знаю там собакам их кидаю не вот в реально в такой вариации попробуйте тут как бы 10 рации можно как бы приводить да ребят если вам зайдет данный ролик сколько ну давайте наберем 600 лайков то не так много то что ну поддержите мы даем вам полезную информацию все мы 600 набирая вторую часть снимаем уже более интересные упражнения и у меня дома есть достаточно много веса по блинам но где-то от 97 до 107 килограмм можно нагрузить вот на эту штангу и вот на этой табуретки батины можно жестко зарубиться на бит сколько вот как ты думаешь если человек вот сколько ему нужно дома тренироваться чтобы уже так сказать окрепнуть и пойти там за обрежу больше что-то серьезное сделать или бороться даже там человек три месяца пусть три месяца на то есть внутри месяца то есть не халявить ну да нормально тренировать да да три месяца три раза в неделю да 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 если даже вы вот эту тренировку всю в полном объеме сделаете реально по три рабочих подхода я вам обещаю руки в тотал ваши уничтожены а вот это в конце как забивка как заминочка до замечкой раз по 50 пару подходов и все тут спасибо за просмотр спасибо жеке что сегодня поучаствовал спасибо что позвали это позволишь да вот в общем да сегодня такая домашняя уютненькая тренировка и и топ упражнений вот нас все все спасибо удачи гуся показал короче у меня есть статью угарная история 1 я когда был пиздюком мне было 14 лет я расстался с девчонкой видел я кое-что с другим чуваком весь к врачи расстроенный пошел домой ныть в подушку и такой короче смотрю а у меня штанга домом было я зад гриф но она сейчас есть может снять сначала пострадал то такое смотрю на штангу одеваю больше по пятерочке включая трек первого класса все суки кроме мамы начиная жестко битку короче качать все суки кроме мамы я кричу пошли его ну и в общем на самом деле стало легче первый класс это лучше психолог и психотерапевт ну и собственно вот что мы видим это просто мы получили я просто обратиться к молодому поколению подрастающему кто сейчас смотрит не ведитесь и на всяких баб не разменивайте себя то есть занимайтесь развитием собственным развивайте свои умственные способности физически себя развивайте и вкладывайте себя и в будущем вам любая подружечка прибежит и все у вас будет хорошо благословение вас